Знаменитое произведение Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» не играли на сцене Самарской филармонии более 40 лет. После продолжительного перерыва симфоническая поэма прозвучала на открытии международного фестиваля «Самарская осень-2019». Один из концертов посвятили 30-летию российской национальной газеты «Музыкальное обозрение». Музыканты исполнили произведение Штрауса, которое автор написал в 30-летнем возрасте. Этот фестиваль очень важен потому, что он привлекает к нам широкие слои публики. Нам очень важно, чтобы к нам приходили все новые и новые слушатели, чтобы все больше становилось любителей музыки. И мы замечаем, что этот процесс происходит, он идет. Мы видим все больше молодых людей в концертном зале филармонии и все больше интереса к классической музыке. В Международный день музыки во многих городах России прошли такие концерты. По замыслу организаторов на всех площадках участников фестиваля «Опус-30» будут исполнены сочинения, которые имеют в своем названии цифру 30 или написаны композиторами в 30-летнем возрасте. Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» часто звучит в кино и на телевидении. С этого произведения начинается заставка интеллектуальной телевизионной игры «Что, где, когда». Самарские зрители с трепетом ждали открытия нового сезона филармонии. Признаются, техника дирижера во время игры такого сложного музыкального сочинения восхищает. Это не исключение, это правило. Мы каждый год приходим на открытие музыкального сезона. Это как бы встреча осени, прощание с летом, ожидание чего-то прекрасного. Потом мы обожаем просто наш оркестр во главе с Щербаковым. Просто это удивительный, яркий, харизматичный человек. Мы сами стараемся быть такими. Я влюблена в Щербакова много-много лет, так как мне тоже много лет. И мне это удивительно. Вот эта вибрация, как он работает руками, голова, это единое и целое, и ты с ним сливаешься. Поэтому Щербаков – это я, это мое. Фестиваль «Самарская осень» завершится 27 октября. Для слушателей прозвучат джазовые и литературные произведения в исполнении известных российских солистов и даже актеров. Валерия Куценко, Николай Епифанов, События.